Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас мы поговорим о свежей новости. Не успел я выложить новость по поводу того, что в течение 4 дней с момента появления первого приказа у вас есть возможность разжиться 300 золотыми монетами на халяву и получить еще, ну, не бог весь что, конечно, 8 тысяч свободки. И, как появилась новая новость по поводу того, что в течение 10 дней, вот просто тупо заходя в игру, ничего не делая, зашел-забрал раз в сутки, можно в течение 10 дней собрать 10 сертификатов на ПТшечку Кошмар. Это не мега супер имба, ребят, но халява есть халява. И каждый день получать по одному дню прем-аккаунта, согласитесь, это тоже довольно-таки приятный бонусик. Для тех ребят, у которых Кошмар уже есть, тоже хорошая новость. Если у вас Кошмар уже есть, то в случае того, что вы в течение 10 дней будете заходить в игру, в итоге вы получите компенсацию в виде 1 миллиона голды. Согласитесь, такая халява тоже имеет право на существование, и я уже благодарен разработчикам за то, что дают возможность чем-нибудь поживиться на халяву. Таким ребятам, как я и как вы, скорее всего, кто знает цену каждой золотой монете, кто копит свою голду просмотрами видео, выполняя боевые задачи, не имеет возможности задонатить в игру. Короче говоря, для таких вот бедолаг, как я, в первую очередь. Итак, ребят, давайте зайдем, посмотрим на один моментик. В случае продажи данной машинки, вы будете получать всего лишь 250 голдовых монет, и, ну, как бы я не думаю, что ради 250 голды необходимо продавать ПТшку 5 уровня, но это исключительно мое субъективное мнение. Смотрите, обзорчик на данную машинку у меня на канале есть. Ребятушки, если кому-то интересно, обязательно заходите ко мне на канал, и смотрите видеообзор на Кошмара. Он абсолютно честный, не купленный, я не показываю красивые видосы, я показываю видео так, как оно снимается. Вот зашел в бой, отыграл, показал, что с этого получилось, ну и, соответственно, считаю, что после этого я имею полное моральное право говорить, что у меня абсолютно честные обзоры на канале. Мне никто не дает танки на покататься, мне никто не дает бесплатно какой-то там пресс-аккаунт, на котором все открыто делай, что хочу. Мне никто не дает миллионы голды для того, чтобы я покупал все, что мне нравится в магазине Wargaming. Я уверен, даже не знает о моем существовании. Соответственно, ребят, если вы в поисках канала с честными и объективными обзорами от среднестатистического танкиста, который не является супер имбовым игроком, ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик для того, чтобы не пропускать выходы новых видео, ну и, соответственно, получайте информацию, которая, скорее всего, вам будет полезна по одной простой причине. Потому что, если вы играете так, как я, поверьте, лучше вам посмотреть мой обзор и увидеть, как танчик играется в таких руках, как ваши, чем посмотреть обзор какого-нибудь именитого суперскиллового игрока, который будет на каком-нибудь прем-танке, допустим, косить по 5000 урона, показывать огромные результаты фарма, ну а когда вы потратите свою кровную голду, поймете, что этот танк был играбельным исключительно в его суперпрофессиональных руках, а в ваших руках, ну, соответственно, уже эта машина абсолютно ровным счетом ничего не стоит. Итак, ребятки, ситуация, конечно, прискорбная. Я так понимаю, что сейчас меня вынесут. Мракоборец, слава богу, промахнулся. Мне очень сильно повезло, что так получилось. На данный момент я сделал всего лишь один удачный шот, и это связано с тем, что машинка, ну, я бы сказал, не сильно подвижная, не сильно передвигающаяся. Ну, а на пятом уровне КД в 10 секунд, согласитесь, это уже довольно-таки существенная КДшка. Ну, а Альфа в 200 с копейками единиц, как бы практически ни о чем. Так, ну что, ну вот, в принципе, и до свидания. Поиграли. Пробивается спереди, с боков, понятное дело, прошивается. Короче говоря, ребят, если вы хотите увидеть более полный обзор на данную машинку, обязательно по ссылочке в конце видео переходите. Там есть несколько каток на Кошмаре. Ну, и, соответственно, мы зацениваем, а Кошмарит ли на данный день Кошмар. Вообще, ребят, еще раз повторюсь, речь идет о том, что сейчас вам этот танчик никто не предлагает купить. А значит, этот обзор, он не носит такого прям информативного характера, брать ли или не брать ли. Сейчас разговор прост. 10 дней на то, чтобы открыть себе Кошмара, тупо на халяву, забрать его себе. И если уж прям совсем не понравится, ну, в конце концов, продать его за 250 голды. Хотя, повторюсь конкретно за себя, я бы пожалел продавать танчик пятого уровня за 250 голды. 250 голды это просто 5 дней посмотреть рекламные видеоролики. 534 единицы нанесенного урона. Ну, по фарму, как бы, сами понимаете. Если с премом, то 15 тысяч. Но вообще, в принципе, если играть эту машинку на прем-аккаунте, и, честно говоря, там, не знаю, лучше отыгрывать, чем сейчас получилось, я больше разговаривал, чем играл, то в целом на данной машинке можно вывозить там по 30, по 40 тысяч серебра. Ну, я бы сказал, практически смело. За хорошие, нормальные бои. Итак, друзья мои, на данный момент все. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Пишите комментарии, ставьте лайки, буду вам безумно благодарен. Ну и обязательно успешного вам открытия, и чтобы вам не пришлось доплачивать не за один день сертификатов, потому что доплатить придется ровно столько, за сколько кошмара можно продать, а именно 250 голды. Всего хорошего вам, мира и спокойствия. Субтитры сделал DimaTorzok